Приветствую, друзья. Еще один сап, о котором я просто обязан вам рассказать – это решение от компании EFU под названием Snowy Night. И да, это далеко не самое музыкальное решение, зато в техническом плане оно, так сказать, бьет все рекорды. Для начала модель поддерживает PCM не до 384, а до 768 кГц. Имеет два уровня гейна, поддержку игровых приставок, он же UAC 1.0, USB у него на чипе от Contru, а в качестве конвертера стоит целых два флагманских CS43198. Ну и выходная мощность тут аж до 300 мВт на 32 Ома нагрузки. То есть это эдакий аналог всем известного Иван 9038D6K от Ивана Хлюпина. Хороший девайс, но как и D6K, скажем так, своеобразный. О нем сегодня и говорим. Поехали. Поставляется ЦАП в небольшой картонной коробке с перечнем технических характеристик на двух языках. В комплекте идет инструкция и небольшой солидно выглядящий Type-C кабель в матерчатой оплетки. Из технической составляющей, как я уже упоминал, в нем установили целых два флагманских конвертера Cirrus Logic CS43198, USB чип Contru CT7601, а в качестве разрешения поддерживается PCM до 32 бит 768 кГц и DSD256. Ну и неустану напоминать, что мощности тут на балансном выходе хватит даже для туги на раскачку упал на размерных наушников. Все-таки 300 мВт на 32 Ома нагрузки. На 3,5 мм разъеме, конечно, поскромнее. Хотя 140 мВт это почти как у 7GOT DEV4X на балансе. То есть тоже весьма внушительно. При работе аппарат не нагревается, никаких шумов в паузах не издает и, как и другие решения на этом же чипе не поддерживает гарнитуру. Корпус у ЦАПО легкий, стандартных размеров, с большим индикаторным светодиодом, кнопками управления громкостью, Type-C входом и двумя выходами. Стандартным на 3,5 мм и балансным на 4,4 мм. Причем громкость тут своя внутренняя. DUAC 1.0 включается с зажатием кнопки громкость вверх при подключении к игровой приставке, а одновременное нажатие двух кнопок сразу переключает гейн. Кушать же аппарат, как для своих 300 мВт мощности, прямо-таки сверхгуманно. На 5 Вольт приходится всего 0,07 Ампера, что, как вы знаете, даже ниже, чем у Shanling UA4. Никаких драйверов к данному девайсу, увы, не предусмотрено. Оттого ASIO придется заводить через порты типа Flex ASIO. Или попробовать официальный софт от Comtrue. Впрочем, даже эксклюзивных режимов в эсэпе здесь более чем достаточно. Для мобильных же систем и всего, что основано на Linux, ничего делать не нужно. Причем поддерживается в том числе и высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. Где получил очень схожие между собой результаты, за исключением, естественно, взаимопроникновения каналов. Но оно так и должно быть. В остальном, тут просто шикарная по своей линейности АЧХ, высокий динамический диапазон и шумовая полка на уровне минус 158 дБ. Гармонические искажения на балансном выходе составляют минус 123 дБ, а на трех с половиной миллиметровом минус 124 дБ. В то время как интермодуляционные на 4,4 мм дают минус 126 дБ, а на трех с половиной миллиметровом выходе минус 124 дБ. Что соответствует одиннадцати и десяти сто тысячным процента к HD плюс N. Да, это не рекорд. Видали мы значение ниже, но все равно очень достойно. Технический аппарат просто отличный. Звучит же Aful Snowy Night просто сверх технично, детально, с какими-то совершенно феноменальными атаками, уровнем разделения и погружением в волшебный мир микронюансов. Ценители всяческой агрессивной музыки уверен останутся от данного девайса в полнейшем восторге. Но если говорить о его акустической составляющей, то тут, к сожалению, ни объема, ни насыщенности. Сцена вообще без глубины, да и тембры заметно так упрощены. То есть, да, драйвово задорно и очень подробно, но как-то плоско, немного пресно и с акустической точки зрения неестественно. Подобное я уже встречал на бюджетной аппаратуре из про-сегмента, то есть, разработанной исключительно для музыкантов и начинающих диджеев. Оттого джаз, разнообразная оркестровая музыка, все академическое и изначально живое сразу мимо. Данный ЦАП для этого совершенно не предназначен. Хотя все не так уж и страшно. Насыщенность, если прислушаться, тут какая-никакая присутствует. Высокая четкость, неплохая выразительность, мелодика. У инструментов ощущается вес и масштаб, а на весь частотный диапазон легкой дымкой наброшено аналоговое смягчение. То и звук в целом не безнадежен. Но все, что касается пространства, глубины и сочности, здесь чуть ли не в зачаточном состоянии. Поэтому я и говорю, что такое решение смогут оценить лишь рокеры и металлисты. Именно для них оно создано, под них заточено и только их будет радовать своими бритвенно-острыми атаками, быстрыми затуханиями и предельно точной прорисовкой всего частотного диапазона. Бас очень достойный, четкий и упругий. Серединка точная, но плоская. Ну и верха скроены примерно на тот же лад. Понять тех, кому такой характер по душе, я, конечно, могу. Но себе бы я такое чудо, наверное, не взял. Просто вообще не мое. Зато девайс, как говорится, тащит, много чего раскачивает, почти не кушает. Имеет множество возможностей и довольно таки неплохую подборку чипов. Он мне просто безумно напомнил старый добрый Van Damme 9038 D6K. Только тут есть еще и балансный выход, чуть выше искажения, ну и не такое сухое и совсем уж пресное звучание. Я бы поставил героя обзора чуть выше D6K. Но, говоря объективно, они одного поля ягоды. В целом, конечно, круто, но не особо музыкально. Я бы его скорее рекомендовал для профессиональной деятельности, всяким начинающим музыкантам и звукорежиссерам. Для игр из-за почти полного отсутствия глубины сцены он, наверное, тоже не особо подойдет. Впрочем, позиционирование в ширину, скорость, точность и динамика тут просто превосходное. Итогом, мобильный ЦАП EFOS NOVY NIGHT действительно неплохо выглядит. Имеет какую-то совершенно фантастическую выходную мощность, два уровня гейна, поддержку игровых приставок, хороший чип на USB и сдвоенный флагманский на конвертере. Измерения у него тоже очень достойные, а звучание поистине можно назвать четким, чистым и техничным. Слушать на нем все агрессивное – настоящее удовольствие. Тем более, что нас тут не обделили ни весом, ни насыщенностью, ни динамикой. Минус лишь в том, что все очень плоско. Глубины у сцены как таковой нет, тембры без явно выраженного объема, да и вообще звучание словно проецируется на какую-то поверхность. В целом неплохо, но для живой музыки во всех ее проявлениях такое никак не подходит. Ценителю различных поджанров металла и бешеной по своей ритмике и электронике – это устройство буквально создано для вас. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Эфулс Новинайт. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok